Всем привет! Сегодняшний репортаж. Я начну с такой тарелки алычи, которая растет в Скадовске. Очень-очень сладкая. Ну а сегодня мы пройдемся, может быть, коротким маршрутом. Вот от этой центральной площади, которая находится возле центрального пляжа, возле морского вокзала. И вот вы видите, как возвращается с морской прогулки корабль. Вот такая вот фигурка дельфина. Ну, мы выбрались сегодня пораньше. Ну, просто хотелось при более светлом времени заснять. Ну, 14.30, жара. Ну, и людей все-таки немножко меньше, чем вечером. Вечером здесь не протолкнуться. Мы сейчас проходим через такую вот арку, освежающую. И видим впереди такую вот аллею. Ну, по ней мы сейчас не пойдем. Вот эта группа туристов, наверное, приплыла с жары логача. Потом дальше дорога к морскому форту. А мы пройдемся сейчас через рынок и дальше прямо до магазина АТБ. Ну, конечно, здесь все-все-все есть для туристов, для отдыхающих. Ассортимент самый широкий. Ну, кто хочет для себя что-то найдет. Кто забыл купить перед дорогой плавки, купальники, может здесь купить. Здесь вот всякие сувениры. Нет, здесь одежда. Если кто-то забыл купить плавательные круги, тоже вот, пожалуйста. Для детей всякие игрушки. Куча магнитиков, кружек, символика из Кадовска. В общем, все-все-все для отдыхающих. Здесь вот видите рюкзаки, кепки. Ну, я, конечно, полностью весь базар снимать не буду. Вот видите, здесь вот и футболки такие красивые есть. Там дальше очки. Причем, видите, работает с утра до вечера. Вечером, конечно, здесь намного больше людей, потому что спадает жара. Вот, посмотрите, тоже и чашки, и игрушки, и тарелки, и магнитики. В общем, что хочешь, можно привезти отсюда в качестве подарка, сувенира. Видите, несмотря на жару, люди тоже сейчас ходят. Здесь вот деревянные изделия. Ну, и видите, предупреждение по поводу карантина. Вот одежда. Так что, думаю, вполне можно купить себе футболку, если что. Вот опять здесь сувениры, детские водные пистолеты. И видите, люди заходят, что-то смотрят, что-то берут. Ну, понятно, что здесь больше товаров для детей, потому что Скадовск детский курорт. Ну, а сейчас вот видите кинотеатр Скадовск. Здесь есть кинозал 3D. Ну, а сейчас мы от базара свернули чуть-чуть влево, но это мы специально сюда свернули. Вот эта аллейка. Вторая часть. Ну, с этой стороны рынок коротенький. Больше находится на той стороне. А слева находится местный дом культуры, в котором проводятся спектакли Николаевского театра. Приезжает Херсонский кукольный театр. Ну, а в принципе, мы сюда повернули неспроста. Потому что здесь находятся, как бы, две такие достопримечательности. Это вот памятник основателю города Скадовска Сергею Скадовскому. Ну, в честь него есть улицы в городе Сергеевская. Так, вот еще такая вот лавочка для влюбленных. Видите, сколько замков здесь. Ну, и место для фотографий, для селфи. И плитка выложила у нас сердечко. Вот такая вот собачка здесь бегала, красивая. Ну, и мы продолжаем дальше наше путешествие. Ну, конечно, было бы очень интересно просто посмотреть улицы Скадовска. Сейчас они расстроились. Ну, и как говорил в известном фильме, Скадовск – город контрастов. Ну, у меня уже был выпуск, когда мы проехались по Скадовску. Можно было сложить такое впечатление. Ну, я думаю, мы что-нибудь еще придумаем. Вот опять тоже, видите, сувениры. Сумки, детские игрушки, тапки. Так что, если вы что-то забыли перед поездкой на отдых, здесь вы всегда все сможете себе купить. Ну, и, понимаете, как-то вроде из года в год, ну, не меняется. Единственное, что меняются – картинки, когда выходят новые мультфильмы, новые игры для детей, новые герои. Понятно, что это все на футболках, на рюкзачках появляется. Вот видите, как люди солнечную батарею поставили и не волнуются. А вот это вот скверик, где находится памятник освободителям Скадовска. Вот такая стела, и дальше вот памятник. Ну, и все, мы уже дошли до улицы Мариинской. Вот посмотрите, какие здесь высокие деревья. Ну, и вот эта улица. Впереди, опять же, такая вот большая и аллея посредине. И вот очень интересная вещь – бочка с квасом. Работает здесь много-много лет. Видите, установили, какие интересные урны. Ну, а мы направляемся к этой бочке с квасом. Ну, я считаю, что Скадовский квас – это тоже одна из достопримечательностей города. Вот видите, какая аллейка. В прошлом году она еще была убита. Ну, сейчас мы тоже подойдем, попьем кваса. Вот это вот гостиница «Алые паруса». Я смотрю, в этом году ее как-то отремонтировали. Выглядит очень-очень красиво. Ну, и там вот впереди площадь перед администрацией. Ну, и вот мы по этой аллейке решили пройтись. Видите, как здесь все сейчас благоустроено. Скамеечки, урны, дорожка выложена. В прошлом году был тут такой асфальт, как, наверное, на дороге Николаев-Кривой Рог. Чтобы пройти было тяжело. Но сейчас, посмотрите, люди сидят, отдыхают. Фонари есть. Да, так что постарались. Но только, конечно, вирус испортил весь курортный сезон. Ну, вот это увидели вывеску «Алые паруса», «Червоние витрыла», «Украинскую мову», «Я здоровщий комплекс». И вот тут такие скамеечки. Вот в виде сердечка. Вот лава притисканья. То есть, ну, как бы для обнимания на русском языке будет звучать «Притискатьсяся», «Прислоняться». Ну, и так специально сделано. Хочешь, не хочешь, а прислонишься. Это мы покажем немножко. Вот такая вот фигурка уже много лет стоит. Компьютерный магазин. Дальше вот магазин «Ева». Ну, а нам уже в этом году было очень приятно пройтись по этой аллейке. Видите, как красиво, чисто, ухожено. Ну, и тенечек. Потому что шли мы все-таки в жару. А здесь такая вот прохладца. Ну, и мы уже подходим к такому известному для многих людей в городе месту. Это магазин «АТБ». Ну, наверное, здесь треть города скупается. Второй магазин – это «Фрэш». Тоже хороший супермаркет. В нем вторая треть скупается. Видите, еще одна бочка с квасом стоит рядом с магазином. А вот это вот центральная площадь. Здесь пешеходная зона. Через улицу не проехать. Там ограничения стоят. Ну, и здесь самое большое пространство для катания детей на велосипедах. Вот этих машинках. Ну, в общем, на всем-всем-всем, что движется. Вот это вот здание администрации. Видите, там часы такие есть. Мы слышали бой этих часов. Ну, а вот тут вот нам немножко не повезло. Вот тут вот фонтан. Он был сделан уже к сезону 2020. Это немножко еще покажу. Вот такую вот здесь клумбу. Ну, вот сломался, говорят. Еще несколько дней назад работал, но что-то вот случилось. Это такое вот для детей, что они могут побегать между струями. В жару намокнуть, чтобы не было жарко. Ну, что же, может, покажет кто-нибудь другой. Ну, и говорят, что вечером он еще подсвечивается. Ну, вот посмотрите, как здесь вот дети катаются. Меломобили, электромобили. Ну, а я буду заканчивать уже свой выпуск. Подписывайтесь на наш канал. Ну, и вот только отсюда мы увидели, что это аллея закоханных. Аллея влюбленных. Так что, до новых встреч и путешествуйте с нами.